хочу рассказать очень поучительную историю для девушек и для женщин в особенности с детьми подкатывает ко мне парень у меня есть дочь кстати вот забыл сказать мне есть дочь подкатывает ко мне парень общаемся нормально все виделись все дело идет к серьезному типа делается к серьезному я так понял да запомните этот момент ребята дело идет к серьезному вот и прекрасный день я узнаю что у него что-нибудь уже с девушкой у меня есть ребенок тоже вот помимо того у него еще жена официально пока что и у нее тоже есть ребенок но ребенка он не забрал не важно забрал в нем по той же причине что как бы нужно человеку выезд на хочет он не держит этих прав и нельзя просто опекунство и мы их от страны ну это как бы все хотят вот оказывается что он живет с девушкой ладно это фиг он живет за ее счет дает у нее бабки пиздич она работает берет у нее бабки все время И, видимо, искал второй вариант Потому что понимал, что она знает его пиздеж И выгонит его рано или поздно Искал другой варик Я думаю, что я не одна еще такая Вариков много ищут, 100% Девчонки, ситуация прям вообще Делает поддельные документы, насколько я поняла Сидел в Польше То есть въезд в Европу ему запрещен У него там огромный штраф Я не знаю, что должно случиться, чтобы он туда смог выехать То есть он каким-то образом хочет это все Прикрыть за счет ребенка Допустим Когда я это там всем узнала Сначала я виду не подала Он начал мне рассказывать, давай жить вместе Хотя я напомню вам, что я даже Их отношений с ним особо не имею, мы даже не целовались Типа, давай жить вместе, тыры-пыры Я говорю, нет, вместе жить я не буду с человеком, который я почти не знаю Вот, почему так сложно, почему, почему, почему Да, это она сказала, типа, что у нас идет к серьезному А сейчас у нас ничего серьезного Как бы мы даже не целовались Мне тогда интересно А чтобы ее понимать, это вообще серьезно Тогда хэл пойми Ну, ясно В общем, сегодня утром уже Он понимает, узнает, что я в курсе Что я вчерашний весь день была в курсе этого всего И не подавала к виду И начал мне угрожать Я сейчас приеду С пацанами Лучше бы тебе забрать ребенка с садиком Потому что он знает, где ее сад Он ее видел уже Вот, я приеду Будут тебе твои цисточки, которые ты хотела Да не только Потом, а то я вон заеду Пока засал Приехать, не знаю, придет или нет Но не важно Что хочу сказать Сейчас я вам покажу фотографию Потому что мне кажется, что он ездит Подожди, Чаечка бравмистая Не спеши Ребята, всем здорова Санночная садика Там она действительно показала фотографию Ну, я соображений личных данных Это все не сделал Ну, потому что зачем? Вот она там нарушает закон Распространения личных данных Я это поддерживать не собираюсь Ну, зачем это надо, да? Вот, мне кажется, Чаечка зазвезделась Как они болезненно реагируют Когда мужчина берет у женщины деньги И не работает Ааа, все, мошенник, шарлатан Альфонс Нехороший мужчина Ненастоящий мужчина, да? Когда в тот же момент, допустим Тысячи, сотни тысяч женщин Берут у мужчин деньги и не работает А че тут такого? Это нормально Так должно быть, да? Все, ты че? А тут, ребят Если эта история и правда Я подчеркиваю Если эта история правда В чем я, конечно, лично сильно сомневаюсь То здесь имеет место быть ревность То, что не достался То, что не удалось поставить оленя в стойло Да? Она что, узнала там ее про какие-то похождения Типа там, про чайечку еще другую Там и так далее, да? Ааа, вот так вот получилось, да? Все очень плохо Как они вот любят двойные стандарты? Ну, просто Это же просто изумительно, да? Вот Задайте женщине один и тот же вопрос Только начните именно сначала Вот так вот Ну, то есть Нормально, когда мужчина дает женщине деньги Допустим, ну, не важно Там дает, может быть Содержит ее, обеспечит Там, помогает Там, подарки дарит Там и так далее В рестораны водит Там, денежку дает Там, да? Ааа И посмотрите на реакцию Допустим, женщины Что она скажет? Я вам скажу Что? В ста случаях И станут сказать А что, это нормально Это все хорошо Это имеет место быть Все супер Классно Он настоящий мужчина И сразу же Сразу же Расскажите им вот эту историю Скажите, что вот он живет Там ее на территории Берет у нее бабки Не работает Там и так далее Ребята Вы такой интересный Такое интересное Перевоплощение человека Сразу же увидите Переобуется в воздухе На лету Просто калоши Знаете, вот так вот Они просто бегут В одной руке Басандали у него Или сандали Обычно Какие-нибудь сапоги В другой калоши И она подпрыгивает И прямо на лету И переобулась Моментально Даже не увидишь Ни хрена Вот честно Скажет О, че Не, не Ты так быть Не ты чука Это Альфонс Он плохой Это так не должно быть Ребят Я так делаю Ребята Вам советую Просто поэкспериментировать Ребят Ставить эксперименты На чаечками Очень интересно Ребят Это еще раз Доказывает то Что они живут По шаблону Ну допустим Вы пишите В строчке В компьютере Вася, привет Как дела Хопа Отобразилось на экранчике Есть, да Нормально Напишите Допустим Так вот по клавиатуре Тидидидидидидидидиди Нахриняще Там набор знаков Цифр и букв Он так и этот раз Он не разберет Не поймет Что такое Ну какая-то команда Она непонятная для него Он не может Ее воспроизвести Корректно Потому что Ты ее ввел Некорректно То же самое и здесь Ты допустим Женщина нормально Когда деньги берет Да, все хорошо. А когда мужчина, она не поймет, у нее система сбивается, не, не, как это, так быть не должно, и все. Ну, чисто поражать, ребят. Дальше. В видео несколько мужиков с гордостью заявили о том, что они альфонсы. Вы знаете, я не полиция нравов, я просто за то, чтобы называть вещи своими именами. Вы можете поискать в интернете фотки, как выглядят мальчики-альфонсы на западе. Там действительно есть целая социальная прослойка, как пожилые богатые женщины. И, собственно, в этом нет ничего плохого, если она готова купить, а он готов продать. Тем более, там действительно есть, что покупать. Там такие мальчики-модели или спортсмены, они вкладываются в свою внешность, занимаются спортом, ухаживают за собой. И в таких отношениях там каждому понятно, кто есть кто, кто что отдает, кто что приобретает, понимаете. А то, что стоит за словом альфонс в странах постсовка, это обычно совсем не то, что в Европе вот эти молодые красивые мальчики с модельной внешностью. У нас это обычно какой-то мужик такой, знаете, осетрина второй свежести. Никакого договора, естественно, с женщиной, за счет которой он живет, он не заключает, потому что ни одна нормальная женщина в здравом уме это не купит, не будет платить за это деньги. Просто пользуются женской, знаете, доверчивостью, наивностью, какой-то низкой женской самооценкой. Специально таких вот женщин выбирают неуверенных в себе. То есть, льют им какую-то желтую воду в уши, знаете, кормят завтраками, поют какие-то серенады про любовь и с видом побитой собаки выпрашивают деньги на новые кроссовочки или какую-нибудь банку пива. А иногда, в общем-то, и этого не происходит просто. Вот этот мужчина, который типа называет себя альфонсом, он просто спит с этой женщиной за еду и кое-кое место. Поэтому разница между альфонсом и вот этими людьми, людьми в комментариях, которые заявили, что они альфонсом... Людями. ...заиградация этим примерно такая же, знаете, как между девочками из журнала Playboy и плечевыми придорожными девицами. Хотя нет, придорожные девицы, они все-таки честнее. Ну, конечно, обязательно. То простынтово. Так, ребята, давайте сначала разберемся в понятии альфонс. Альфонс это мужчина, который живет за счет женщины. То есть, ну, то же самое, как содержанка, то есть, женщина, то и то же самое альфонс. Но, подчеркиваю, обманным путем. То есть, когда он находит женщину, богатую, то есть, он там втирается в ее доверие, влюбляет ее в себя, там, и каким-то мошенническим путем он выманивает из нее деньги. Она, во-первых, не знает терминологии, не знает матчасти. Альфонс это одно, а Жингала, допустим, тот мужчина, который... Ну, то же самое, как вот та же самая содержанка. То есть, на взаимовыгодных условиях, допустим, он есть свое тело, она ему свои деньги. Ну, то же самое, проституция просто мужская. Называется Жигала просто, как бы. И это везде одинаково. На Западе у нас вообще пофигню. Во-первых, она несет дичь, потому что она не знает, о чем она рассказывает. Вот, это не альфонсы, которые просят на банку пива и этот. Это просто мужчины, которые живут за всю женщину. Вот и все. Дальше, вот, по поводу самой именно ситуации. Надо сказать, типа, что да вот они там такие-сякие. Мне вот интересно, а когда вот РСПшечки, там, 40-50-летний, там, с двумя-тремя детьми, с пятью разваленными браками, с миллионом половых партнеров, заявляют мужчинам, что он обеспечивает ее просто не то, чтобы было бы хорошо, а обязан. Ты обязан меня содержать, еще и моих детей воспитывать и содержать. А то ты смотри, на мужчина наезжает, вот, а про чаечек забывает. Вот, у нас чаечки тоже раз прекрасно. Сидят на сайтах знакомств, вот, везде, на лавочках сидят абсолютно везде, да, такие кадушечки по 140 кг, да, вот, еще там три прицепчика у нее, там, и так далее, да, вот, и кушает она немало, и требований она предъявляет тоже немало, да, обеспечивает, там, подарки дари, как бы, вот, там, миллиард половых партнеров, было, как бы, а про это она почему-то забывает, почему, а про мужчину-то не такие сякие, как бы, да. Так что, чаечка, родненькая, учи, во-первых, матчасть, изучай материал, чтобы не путаться в терминологии. Если ты освещаешь в сторону вопроса, то освещай ее двухсторонне, то есть, допустим, если мужчины там такие есть, да, то и, пожалуйста, не забывай тоже про женщин. Ну, и вот, как-то так, ребята, пишите свои комментарии. Надеюсь на вашу адекватность, конечно же, ребята. Хорошего вам дня и отличного здоровья!